Машина попала в ДТП. Внутри два человека. У водителя травма ноги. Пассажир получил перелом руки. Сейчас главная задача оказать помощь и как можно быстрее. Первым делом нужно отключить аккумулятор, чтобы не было возгорания от маленькой искоки. Следом машина проверяется на наличие газового баллона. И только после этого сотрудники МЧС начинают извлекать пострадавших. Из-за аварии двери машины заблокированы, поэтому стекло нужно разбить. В машину проникает сотрудник МЧС. Он оказывает первую помощь. И до конца спасательной операции он будет находиться вместе с пострадавшими. Пока вокруг бьются стекла, режутся двери и крошится крыша, сотрудник будет рядом. Разговаривать с девушками и пытаться их успокоить. Так всегда действует и в жизни. Алгоритм не отличается и сегодня. На практическом занятии. У нас сегодня межрегиональная научная практическая конференция, посвященная проблемам безопасности дорожного движения и оказанию медицинской помощи при ДТП. И оно включает в себя несколько частей. И первая часть это практическая часть, которую вот как раз мы здесь сейчас и демонстрируем. Навыки извлечения пострадавших из автомобиля поврежденного и оказание медицинской помощи на месте происшествия. Рязанский медицинский университет проводит такую конференцию в третий раз, но с подобным размахом впервые. При содействии сотрудников ГИБДД и МЧС удалось показать гостям реальную работу каждой службы. А девушкам, которые играют пострадавших, ощутить все на себе. Для практики в целом оно полезно, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации и соответственно они уже как бы представление имеют, какие действия должны проводиться и как себя вести в таких ситуациях. После профессиональных действий сотрудников МЧС всем присутствующим показали другую картину. Машина наехала на препятствие. Из помощников только люди вокруг. Какую помощь они могут оказать, что сделать и в какой последовательности. Обыграли все аспекты сложной травмы, истерика от шока у водителей и так далее. И все это только часть программы конференции. Дальше со школьниками провели интерактивные занятия по оказанию первой медицинской помощи. Затем заседание, на котором были заслушаны доклады. Вероятно, после конференции, которую медицинский университет провел в необычном формате, приобретенные знания все участники запомнят надолго. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.